И главной теме еще одна шокирующая новость облетела Калининград. По стражу взят 43-летний местный житель, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей. Подробности в первом материале выпуска. По информации Ленинградского районного суда Калининградской области, 43-летний мужчина подозревается в противоправных действиях в отношении детей. Он обвиняется в двух эпизодах. Так как подозреваемый активно занимался общественной и политической деятельностью и имеет связи в различных органах, может оказать давление на потерпевшего и скрыться, постановлением суда мужчину отправили в СИЗО на два месяца. Распоряжение в законную силу еще не вступило. Информации о личности подозреваемого и подробностях о совершенных действиях пока нет, но в городских пабликах уже активно обсуждают его предполагаемое имя и должность. Например, Клопс опубликовал вот такую информацию. Соломон Гинзбург, российский политик и общественный деятель, высказал свое мнение. Это случилось с одним из руководителей правящей партии. Это мои оппоненты. Меня это совершенно не радует. Меня это удручает. То, что произошло, надо использовать не для плясок, не для злорадства, а для очищения власти, ведущих партий, ведущих общественных движений. От тех людей, которые, как у Бориса Гребенщикова, поются, сходят с ума, от того, что им нечего больше хотеть. Поэтому мне думается, что должна произойти санация ведущей партии в Калининградской области. На мой взгляд, и политика, и нравственная, и общественно-политическая деятельность с моралью и нравственностью обязательно должны быть совместимы. Еще несколько дней назад жители Калининграда повергла в шок новость о фотографии, который был признан виновным над ругательством над 13-ю малолетними мальчиками. Напомним, ранее несудимый 34-летний житель Гуревского района с января 2018 года входил в доверие к мальчикам, приглашал к себе домой, предлагал поиграть в компьютер, а после неоднократно совершал в отношении них противоправные действия. Осужденного приговорили к 14,5 годам лишения свободы. По последним данным, любителя детей будут принудительно лечить у психиатра. Педофилы – это взрослые люди, мужчины, которые имеют анальный вектор. Они могут быть и прекрасными семьянинами, и всю жизнь любить свою жену, понимаете, а могут быть агрессивные. Вот два типа. Чем отличить вот такого жесткого насильника? У него присутствует вообще нетуалетная лексика. И второй тип педофилов, у которых зрительный вектор больше развит, он внешне добрый, не использует грубую силу в отношении ребенка, постепенно его приучают к какими-то сладостями, заводят с ним какие-то секретики и разрывают эмоциональную связь с матерью. Сексуальные преступления в отношении детей, к сожалению, не редкость. Таких случаев достаточно много. В июне этого года подозреваемый мужчина привел мальчика в безлюдное место и совершил насильственные действия. Позже его задержали. Мы узнали мнение жителей и спросили, какое наказание заслуживают насильники. Самый максимальный срок. Я думаю, что их вообще жить не должно. Ну, наверное, пожизненное заключение. Вот такие преступники, которые сидят у нас за такие преступления, их вплоть до того, что их даже охраняют. Вот это, это просто вообще никак не объяснить простому человеку. Они вообще полное наказание должны нести за такие действия, за свои. Самое суровое, конечно. Конечно. То, что законодательством предусмотрено. Расстрел. Однозначно. В наше время педофилия лечится только с помощью препаратов, которые снижают уровень гормонов и антидепрессантами. Татьяна Лавренова, Дмитрий Подгорняк, Служба новостей, город.